Я так понимаю, много нервных клеток оставили сейчас? Да, здоровье, конечно, повыголовилось немножко. Что-то было из того, что очевидно, что Саслан делал не так? Или почему бой сложился так, как сложился? Я так понимаю, может быть... Все думают, что у Саслана он привык, что заканчивает ярко бои быстро. Но вы поймите, это же непростой пассажир. Он пацан опытный, у него 17 или 18 боев, уже не помню. Да, 18. Он проиграл поражение у него, и это не было поражением. Он проиграл, кому этот парень дерется сейчас с Лоу Ромсона на коле за титул чемпиона мира. До Новозеландец, он выиграл этот бой, но отдали ему. Здесь, в этом бою, он сам подошел, ты же видел это, он говорит. Я понял, первые 5-6 раундов он меня просто перебоксирует, он быстрее меня. Я не вывожу с ним, я, говорит, полез в драку. Немного... Немного был момент такой, что Саслан, я понимаю, что немного был на спаде. Сейчас буду говорить, все будут там думать, что это... Никакого оправдания нет, каждый думать будет, пускай как думает. Но, когда мы сюда приехали, он приболел, не знаю из-за чего. Ну, может сказалось, что там и зимы, и лето приехали. Может сказалось то, что... Кондиционеры везде. В самолете, мы вышли с самолета, он уже начал сопливить, потом кашлять, потом горло, потом чуть-чуть озноб. И вот этот момент, 4 дня мы вообще ничего не делали. Так выкладывали видео, где мы там где-то на берегу, если честно, туда ездили, чтобы нос полоскать, воды набрать, покушать. Мы там не тусовались. А такое мнение складывалось, наверное, у людей, что мы расслабили булки и отдыхаем. Нет, я, если честно, хотел, чтобы он, во-первых, развеялся немножко, и вот эти 4 дня немного выключился от бокса. Потому что парень начал грузиться, когда ты понимаешь, что там есть серьезный соперник. Ты начинаешь думать, что ты болеешь, а я хотел ему показать, что ничего, это ерунда, это пройдет, все нормально. И, слава богу, ну, 4 дня выгул. И это вот та работа, которую нужно было делать, вот ее пришлось немного отпустить. Если бы я начал его грузить, он бы развалился. И был бы результат хуже. Но я в целом доволен, на таких боях растут. Не бывает в этом. Для него это очень большой бой будет в плане, даст очень много, как спортсмену. Потому что его надо мотивировать тяжелыми бойцами. А он сам тоже легких путей не ищет, хочет. Раз ты хочешь в эту топку влезать, надо с волками жить, по волче надо быть. Поэтому надо более дисциплинированным быть. Я, как тренер, много из этого извлек. Он, как спортсмен, из этого много извлечет. И сделаем выводы. Уже после третьего раунда у него, он что-то начал жаловаться, что обе руки заболели. Перчатки, если честно, были, блин, такие. Они жесткие, но они для кулаков жесткие. Поэтому перчатки такие были. Хотя ему там тейп сделал толстый, но все равно момент вот этот вот сказался. Перчатки такие были. Злые перчатки были. Поэтому обе руки болят сейчас. Но ничего. Так, по бою я считаю, что 7 раундов точно выиграл он. Там эпизоды были. Давление постоянное у него было у соперника. Вот за счет этого. Но здесь он встречал, здесь перехватывал, перебивал. Где-то развития не хватало. Вот он встретит правый снизу, левый сбоку. Потом можно было повторную атаку добавить. Но он чуть-чуть. Вот надо было где-то проваливать. Но вот немного сказалось то, что не было той остроты, которая могла бы быть. Вот немного скорее выбила вот эта вот болезнь. Я сейчас, знаете, зашел в комментарии и очень удивился. Я просто так из-за того, что снимал, отрывками видел бой. Но у меня тоже там по первой половине складывалось впечатление, что Саслан забирает. По второй половине были проблемы, очевидно. Но вроде бы даже и там у соперника не было претензий после того, как объявили все. Но сейчас зрители в основном пишут, что типа позор, фу, такое решение, что, мол, дрался с Аслан, победил Толя, что вытянули с Аслана. А понимаете ли вы, почему у людей могло сложиться? Знаете, что я вам скажу? Люди всегда будут говорить. Когда он выигрывает, быстро, убедительно говорят, там, где вы пассажир. У нас народ, к сожалению, такой, у нас зритель такой, он такой, он любит, у нас радоваться за людей не могут. Могут только критиковать и большинство из них, которые диванные критики. Если она критика, она актуальна, мы послушаем, проанализируем. Ну, что он выиграл по боксу? Я могу поставить с любым из них, сделать пари и посчитать любые удары. Да, он шел вперед, он бил, но он выхватывал тоже. Шесть раундов железно первый забрал по боксу. Какой может быть еще? Железобетонно забрал. Десятый раунд тоже забрал. Семь раундов он забрал. Он сам пацан говорит, он первый раунд я все отдал. Он же с первой половины боя я все отдал. Он же сам пришел. Потом говорит, я пошел драться, понимая, что я боксировать с ним не увожу. Писать могут. Ну, что делать? У нас такой народ, такой люди у нас. Они могут радоваться за Дацико, радоваться Емельяненко. Радоваться за кого-то, всяких таких непонятных грачей, которые там поливают грязью друг друга. Я извините, я уточню, Емельяненко, я имею в виду Александра, да? Не Федора. Ну, конечно. Федора это другое что-то. Они могут это. Ну, вот я не знаю. Может быть, как-то будет это резко с моей стороны. Но время такое, к сожалению, пришло, что могут быть даже, даже друзья могут, не то что чужие люди, даже друзья могут быть рядом, помочь тебе. А в радости они будут, самое тяжелое в радости радоваться. Понимаешь? Вот если, вот это искреннее качество. Если же зритель есть, который может, вот в Англии или в другой стране, они радуются. И критика, если есть, она объективная. Ну, я считаю, бой выиграл. Для меня даже удивительным был счет 95-95. Там же большинство, да? Один судья отдал. Один отдал 98-92, 93-90, сколько тут там? Ну, я не понимаю, 95-95 равный будет, кто отдал по раундам. Ну, не знаю, может, я так не объективно вижу. Может, я такой слабый, слабо понимаю, что это в боксе. А эти наши диванные критики, они лучше меня в этом разбираются. Их мнение же не поменяю я. Каждый человек имеет право на свое мнение. Нормально. Зная Саслана, уверены вы, что вот эти там мнения, там комментарии и все остальное его не надломят, не сломают? Бой крутой был. Да. Что они хотят, я не понимаю. Они хотят, чтобы он, бля, всех избивал. Бой был крутой. На таких боях растут. Что они хотят, чтобы он там, бля, он же, это... Ты видел Майвезер с Майданной бой, да? Майдан нашел драться, Майвезеру было тяжело. Точно так же боксеру тяжело, когда он идет, идет с таким камнем идет. Это сложно, но он справился с задачей. Нравится кому и не нравится, как сказал наш лидер. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот такой момент. Кал Быпы. Кал Быпы. Кал Быпы. Кал Быпы. Продолжение следует...